МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании Город приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Новый ремонт моста. В Рязани больше чем на полгода ограничат движение по улице Коширина. Первая бронза Азии. С дебютного взрослого турнира рязанская дзюдоистка Марина Воробьева привезла медаль. Мигранты вне закона. Рязанские силовики депортировали граждан ближнего зарубежья. Русская Америка. Рязанские путешественники вновь совершили экспедицию на Алиутские острова, расположенные между Камчаткой и Аляской. В Рязани на несколько месяцев ограничат движение по улице Коширина. Это связано с ремонтом моста через реку Трубеж. Как теперь будет организовано движение и когда откроют мост, расскажет Олеся Котровская. С 17 марта на мосту через Трубеж будет ограничено движение транспорта с закрытием левой стороны по направлению сборок в сторону центра и с организацией движения по правой стороне. Планируется, что срок ремонта составит не менее четырех месяцев. После чего движение будет организовано по левой стороне в сторону центра. На время ремонта здесь будут установлены информационные щиты и знаки. Ремонт данного сооружения настал достаточно давно. С 2018 года на данном объекте наблюдали систематические проблемы с покрытием по проезжей части, соответственно, с протечками. И основная проблема, как выяснилось, стала тротуар правой стороны моста. В 2019 году выполнялись работа, насколько помните, по ликвидации аварийной ситуации, когда правая сторона моста, тротуар, он частично обрушился. То есть были выполнены необходимые меры для обеспечения пешеходного движения, но часть из этих мер являлись временными. В списке наиважнейших для ремонта дорог Рязани мост через Трубеж второй – это выбор самих рязанцев. Так они проголосовали на портале «Наш дом». В 2019 году параллельно с аварийно-восстановительными работами мы разработали проектную документацию для того, чтобы привести данное искусственное сооружение к нормативному состоянию. И сейчас в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы это сделаем. То есть на объекте, как вы видите, начались активные фазы ремонта. Движение будет организовано по временной схеме. То есть две полосы у нас будут идти по направлению в город и одна полоса будет из города. Мы понимаем, что это тяжело, трудно и неприятно. Тут просим понять и приносим свои извинения заранее за причиненные неудобства. По проектным решениям четыре месяца отводится на ремонт каждый из сторон. Планируется, что работы завершатся 1 ноября 2021 года. По завершению ремонта по направлению в город должно появиться три полноценных полосы движения на проезжей части и две полосы движения останутся по направлению из города. Еще 2,7 миллиарда рублей будет выделено на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений пациентам, получающим медпомощь в амбулаторных условиях, назначают комбинированные схемы лечения. Все препараты для них выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Стоит сказать, что за последние сутки в России подтвердилось 9393 случаи заражения коронавирусом. Наибольшее их число выявлено в Москве. В Рязани заболело 60 человек. В то же время по всей стране за сутки выписаны 10644 человека. Одновременно с этим, с подтвержденным диагнозом COVID-19, ушли из жизни 443 человека. Ежегодно в нашей стране некоторые граждане и представители организаций пытаются решить свои проблемы взятками. Несмотря на то, что это преступление, предусмотренное статьей Уголовного кодекса, нарушения продолжаются. В Рязанской прокуратуре рассказали, сколько преступлений коррупционной направленности было совершено в прошлом году. Прокуратуре Рязанской области подвели итоги по делам о противодействии коррупции. Цифры удручающие. В Рязани области 66 дел о взяточничестве. Всего дел коррупционной направленности 137. По итогам предварительного расследования в суды для рассмотрения по существу направлено 68 уголовных дел, в том числе о взяточнице 32. За совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечено 42 лица. 28 августа в суд направлено уголовное дело по обвинению заместителя дежурного помощника начальника колонии дежурной части отдела безопасности ФКУ ИК-3. Он получал взятки за то, что проносил телефоны в колонии. Притом взятку эту предоставили в виде незаконного оказания услуг имущественного характера на разные суммы. Есть и 15 тысяч рублей и почти 76 тысяч. Приговором с Копинского районного суда Рязанского области от 15 декабря 2020 года сотрудник ОФСИН признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания из правительной колонии общего режима. Также бывшему сотруднику запрещено впредь занимать должность, связанную с осуществлением функции представителя власти. Правда, сроком на 5 лет. И это только одно дело из общего количества коррупционных преступлений за 2020 год. Всего по России Следственный комитет расследовал почти 16 тысяч коррупционных преступлений. Много это или мало, каждый пусть решает для себя сам. Но стоит добавить, что по стране цифра эта выросла на 4% по сравнению с 2019 годом. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Трех мигрантов, чье пребывание на территории России нежелательно, депортировали на родину сотрудники управления по вопросам миграции и охраны конвойной роты управления МВД по Рязанской области. Граждане двух стран ближнего зарубежья отбывали сроки наказания за кражи использования поддельных документов. Из-под замков и на все четыре стороны, хотелось бы так сказать, но нет. Эти обитатели Центра временного содержания под неусыпным контролем. Данные граждане были препровождены в Международный аэропорт Домодедово. В дальнейшем для отправки в страны гражданской принадлежности. Всего за период 2021 года было выдвольно и депортировано из специального учреждения 33 иностранных гражданина. Посягательство на имущество граждан и подделка документов так сухо звучит ворох их проступков. И хотя свой срок эти товарищи уже отбыли, на территории России их нахождение нежелательно. В самом деле, мало ли чего. Теперь к нам они не смогут приехать в ближайшие пять лет. Максим Васильев, телекомпания «Город». Рязанка Марина Воробьева завоевала бронзу на Кубке Азии под дзюдо, прошедшему в казахском городе Актау. После триумфа в юниорских первенствах, а Марина – чемпионка мира, этот турнир стал для нашей спортсменки первым взрослым, и она подтвердила свое реноме. Разочарованию казахского комментатора нет предела. Первый номер его сборной – Галия Тумбаева на лопатках. И от кого? От вчерашней российской юниорки. Наша восходящая звездочка – Марина Воробьева дебютантка взрослых соревнований. На Кубке Азии вряд ли ее расценивали как фаворита, но с позиции андердога оказывается выступать лучше. Да, один раз проиграла будущей чемпионке. Но в поединке за бронзу шансов своей сопернице не оставила. Ипон – чистая победа. Марина Воробьева дебютантка взрослых соревнований. Естественно, было обидно за поражение, но понимаешь, что надо бороться за медали, и как бы надо собраться, отбросить все, что было до этого, с чистой головой. И соперница, то есть она уже выступала по-взрослым, она у них лидер в казахстанской сборной. Даже девочка, которая проиграла, она идет после нее. Вот. И была самой серьезной соперницей весе. Естественно, я старалась подготовиться, понимала, что будет сложно. Вот она, первая взрослая медаль Марины Воробьевой. Красивый бронзовый овал в обрамлении ленты цветов казахского флага. Учитывая уровень соперниц с золотым отливом. Награда пока что самая памятная. Пока. То, что первое, естественно, это запомнится, но надеюсь, что дальше они будут золотые, их будет все больше и больше, и уже другие будем запоминать. Первый свой взрослый старт Кубок Азии Марина сейчас воспринимает как большое приключение. Все-таки она еще юниорка, и в апреле ее ждет не менее ответственный турнир. Первенство России до 21 года, где схватки будут еще жарче. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В библиотеке имени Горького презентовали печатные издания Государственного музея-заповедника Сергея Есенина. Вниманию гостей представлены семь изданий, которые вышли в свет в минувшем году. Есенинская энциклопедия – одно из самых ярких, презентованных в Горьковской библиотеке изданий. Первый выпуск вышел в свет к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Он посвящен памятным местам и литературным топонимам великого поэта. Над проектом работали сотрудники Государственного музея-заповедника Сергея Есенина и Института мировой литературы имени Горького РАН. «Может быть, с сегодняшнего дня начнется новая традиция – дни Есенинской книги в России. Это может быть делом и библиотек, и музеев, и университетов. И в очередной раз покажет нам то, что имя Есенина объединяет нас всех в любви к нашей Европе. То книжное показство, которое мы сегодня представим, действительно уникально. Это будет порядка десяти, а может быть и более, изданий». Еще одна уникальная книга – репринтное издание сборника Сергея Есенина «Телец». В нем можно прочесть стихи поэта в первоначальной редакции. Например, известная строка «Счастлив, кто жизнь свою украсил бродяжной палкой с умой» в первоначальной редакции звучит как «Счастлив, кто жизнь свою украсил трудом земного бытия». «Она прекрасна тем, что сохраняет аромат, полиграфическое качество, образ страниц и даже орфографию и пунктуацию со всеми неизбежными оплошностями, которые были допущены тогда еще в процессе подготовки книги к изданию. В результате иллюстрации, подготовленной другом Есенина, художником и машинистом, по своим эстетическим взглядам Борисом Эрманом, эта книга увидела свет». Во время презентации печатных изданий Борис Иоганссон отметил, что за последние несколько лет Музей-заповедник выпустил десятки изданий на широкую есенинскую тему. «Это и каталоги, и альфомы, и журналы, и стихи Сергея Александровича Есенина. И за последние годы Музей-заповедник сделал много таких серьезных шагов вперед в своем развитии. Но вот я бы хотел рассказать о том, что поскольку выставки из Музея-заповедника проходят десятки регионов нашей страны и за рубежом, мы представляем не только предметы из фондового собрания нашей организации, но и популяризируем есенинское слово самым широким образом. И самое главное, что не только знакомим наших гостей с творчеством Сергея Александровича Есенина, но и видим обратную реакцию. А она, как правило, самая положительная. Государственный музей-заповедник Сергей Есенин и библиотека Горького продолжают тесно сотрудничать. Во время презентации изданий Борис Агансон преподнес подарок Горьковской библиотеке. Маску Горького, сделанную профессиональным скульптором. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин